Добрый день, уважаемые зрители и подписчики нашего канала! Сегодня тема для обзора – дверной доводчик. Какова его функция и как правильно его выбрать для вашей входной группы? Ну и, соответственно, установить. Сам по себе доводчик представляет из себя механизм, который обеспечивает плавное автоматическое закрытие двери. Функциональный доводчик, кроме удобства автоматического закрывания дверного полотна, еще снимает лишнюю нагрузку с фурнитуры двери, то есть с петель, замка, ну и так далее. Особенность доводчика для калитки в первую очередь в том, что нагрузка на него гораздо выше, чем на обычный дверной доводчик. К тому же доводчик для калитки работает в разном диапазоне температур, в зависимости от времени года, ну и непосредственно климатические условия вашего региона. Поэтому при выборе доводчика для калитки надо учесть различные факторы, такие как погодная выносливость при серьезном разбросе температур, нагрузка при регулярном использовании, ну то есть как часто будет открываться и закрываться дверь, и, конечно, вес и размер самого полотна. Если не соблюдать эти условия, доводчик может достаточно быстро выйти из строя, ну и потребуется замена устройства. Доводчики бывают нескольких типов. Гидравлический, пневматический, электрический и пружинный. Самый простой из них – пружинный. Имеет всего одну скорость, ну то есть зависит от натяжения пружины. Ставится на самые простые калитки небольшого веса. В принципе, такой доводчик скорее является архаичным. Принцип работы на натяжении и сжатии, ну а значит нет финальной фиксации двери. Поэтому при закрытии происходит удар полотна о коробку. Дешев и без откази, ну если, конечно, вовремя смазывать пружину и защищать от ржавчины. Электрический доводчик. Имеет электродвигатель и запитывает редуктор с электромагнитным сцеплением. Дверь может открываться при помощи кнопки или считывателя карт, а также фиксироваться в открытом положении. При этом износа устройства, соответственно, не происходит. Пневматический доводчик. Работает благодаря вакууму внутри. И функциональность его зависит от герметичности манжета. Ну и, наконец, золотая середина. И, как факт, наиболее распространенный в быту на данный момент тип доводчиков, гидравлический. Недорогой и достаточно надежный вариант. Регулировка усилия открытия регулируется при помощи внешних болтов. Такие доводчики вы можете регулярно видеть на дверях подъездов. В принципе, если у вас руки на месте, установить доводчик самостоятельно проблем не составит. Об этом я подробно расскажу в следующих обзорах. А сейчас подведем итоги. Чтобы доводчик послужил дольше, соблюдайте простые правила использования. Пару раз в год смазывайте движущие части. Проверяйте целостность кожуха. Не стопорите дверь в открытом положении подручными средствами. Если необходимо оставить дверь надолго открытой, расцепите механизм. Это несложно сделать. Не надо вручную дозакрывать дверь. Это тоже приводит к износу доводчика. Лучше выставите оптимальную скорость автозакрытия. На сегодня это все. Подписывайтесь, ставьте лайки и задавайте свои вопросы. Мы с удовольствием на них ответим. До новых встреч. Пока.